21 июля состоялась очередная сессия Горно-Алтайского городского совета депутатов. Основным вопросом заседания народных избранников стал вопрос о внесении изменений в устав муниципального образования город Горно-Алтайск. Продолжу тему мои коллеги. В работе сессии приняли участие 18 депутатов из 21, трое отсутствовали по уважительным причинам. Также участниками сессии стали глава Республики Алтай Александр Берников, первые заместители главы Горно-Алтайска Виктора Емельянов, заместители главы региона Ольга Завьялова и Эжер Елбаков, прокурор Горно-Алтайска Юрий Куханов, ряд депутатов в госсобрании ЛГУ Республики Алтай, начальники управления и отделов администрации города Горно-Алтайска. В поиске дня народных избранников значились два вопроса. Основным из них стал вопрос о внесении изменений в устав муниципального образования город Горно-Алтайск. Следующее изменение в уставе города 3 связано с, затронет уже статью 35 устава города, в частности ее часть 19, то есть регулирующая исполнение полномочий мэра города Горно-Алтайска в его отсутствии. Предложенная вам редакция дословно звучит следующим образом. В случае временного отсутствия мэра города Горно-Алтайска, невозможности исполнения их из своих полномочий, его полномочия временно исполняет один из первых заместителей или заместителей главы администрации города Горно-Алтайска в соответствии с распределением обязанностей, установленным муниципальным правовым актом мэра города Горно-Алтайска. В случае невозможности исполнения полномочий мэра города Горно-Алтайска лицами указанного в администрации первой настоящей части, полномочия мэра города Горно-Алтайска исполняет должностное лицо администрации города Горно-Алтайска назначенное городом Алтайским городским советским депутатом. Своё мнение о городских проблемах высказал также глава региона Александр Бердников. Значит, в полу ситуации 2016 года, я говорю только о финансовой ситуации, доходы 2 миллиардов, 96 миллионов рублей, рост к 2015 году, мы из республиканского бюджета, 23%. Хотя республика Алтайска генерально получилась всего 6%. И учитывая ситуация в городе, значит, мы направимся в дополнительно к 2015 году 23% больше, так сказать, финансовой помощи. Здесь в республиканском бюджете 64% получает город из республиканского бюджета, из нашего, из федерального. Только 36% собственные доходы города Бурнавокайска. Не потому, что здесь все плохие и плохо были, но в этом ситуации нужно, что у нас одна бюджетная сфера. Не назначено, что в Ситовском мире ничего остального. Большинством голосов депутаты утвердили предложенные изменения в устав муниципального образования.